Трудовой договор Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым Работодатель обязуется Предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции Обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением Своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату Работник обязуется Лично выполнять определенную соглашением трудовую функцию Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя Трудовой договор вступает в силу со дня Подписание договора работникам и работодателям Если иное не установлено законом, нормативным актом или самим трудовым договором Либо фактического допущения работника к работе, сведомо или по поручению работодателя или его, уполномоченного на это представителя На основании статей 56 и 61 Трудового кодекса Информация о сторонах трудового договора Сторонами трудового договора являются работодатель и работник Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет А в установленных законом случаях и с лицами, не достигшими указанного возраста В трудовом договоре указывается Информация о работнике и информация о работодателе Фамилия, имя, отчество Наименование организации Сведение о документах, удостоверяющих личность Идентификационный номер налогоплательщика Если договор подписан представителем работодателя Сведение о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор И основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями Обратите внимание, что согласно статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации Неуказание в договоре предусмотренных сведений Не является основанием для признания трудового договора незаключенным Или его расторжения Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями На основании статей 56, 57 и 63 Трудового кодекса Содержание трудового договора В трудовом договоре указываются Место и дата заключения трудового договора Трудовая функция Дата начала работы Условия оплаты труда Условия труда на рабочем месте Условия об обязательном социальном страховании работника Другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством И иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права На основании статей 57 Трудового кодекса Содержание трудового договора При необходимости в трудовом договоре также указываются Срок действия договора Для срочного трудового договора И обстоятельства, причины, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работника Если они отличаются от общих правил Гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда С указанием характеристик условий труда на рабочем месте Если работник принимается на работу в соответствующих условиях Условия, определяющие характер работы Подвижный, разъездной, в пути Другой характер работы На основании статьи 57 Трудового кодекса Содержание трудового договора Дополнительные условия В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия Не ухудшающие положение работника По сравнению с установленным трудовым законодательством И иными нормативными правовыми актами Содержащими нормы трудового права Коллективным договором Соглашениями Локальными нормативными актами В частности, об уточнении места работы с указанием структурного подразделения и его местонахождение или о рабочем месте, об испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны, государственной, служебной, коммерческой и иной, об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя, о видах и об условиях дополнительного страхования работника, об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи, об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника, на основании статьи 57 Трудового кодекса. Срочный трудовой договор Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок, с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, прямо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более пяти лет, если иной срок не установлен федеральным законом. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. Договор считается заключенным на неопределенный срок в случаях, если в трудовом договоре не установлен срок его действия, когда ни одна из сторон срочного трудового договора по истечении срока его действия не потребовала его расторжения, и работник продолжает предусмотренную работу. На основании решения суда, установившего, что для заключения трудового договора на неопределенный срок не имелось достаточных оснований. На основании статьи 58 Трудового кодекса. Изменение трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Например, в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу. На основании статей 72 и 74 Трудового кодекса. Прекращение трудового договора. Основаниями прекращения трудового договора являются Соглашение сторон. Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю, или переход на выборную работу, должность. Отказ работника от продолжения работы по предусмотренным законам основаниям. Отказ работника от перевода на другую работу или от перевода на работу в другую местность. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Нарушение установленных законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. На основании статьи 77 Трудового кодекса. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет на основании ст. 80 Трудового кодекса. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Условия продолжения работы. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. На основании ст. 80 Трудового кодекса. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях Ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Сокращение численности или штата работников организации индивидуального предпринимателя. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. Ни однократного неисполнения работникам без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Однократного грубого нарушения работникам трудовых обязанностей. Совершение виновных действий работникам, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Совершение работникам, выполняющим воспитательные функции аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Представление работникам, работодателю подложных документов при заключении трудового договора, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. На основании статьи 81 Трудового кодекса. В отношении работников, занимающих руководящие посты в организации, трудовой договор может быть расторгнут работодателем также в случаях. Смены собственника имущества организации. Только в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера. Принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества. Неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации. Только в отношении руководителя организации, филиала, представительства, его заместителей и главного бухгалтера. Однократного, грубого нарушения своих трудовых обязанностей. Только в отношении руководителя организации, филиала, представительства и его заместителей. предусмотренных трудовым договором только в отношении руководителя, организации и членов коллегиального исполнительного органа организации, на основании статьи 81 Трудового кодекса. Общий порядок оформления прекращения трудового договора. Прекращение трудового договора оформляется приказом распоряжением работодателя о прекращении трудового договора. С этим документом работник должен быть ознакомлен под роспись. Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с законом, сохранялось место работы, должность. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. На основании статьи 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации.